Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Будушин.ру, а также других проектов, таких как Буду Блок.ру, Макевара.ру, Корректура.ру, докторшилов.ру. Сегодня я хочу ответить на один из вопросов, который за последнее время мне приходит наиболее часто. Совсем недавно я заявил официально в видео на Фейсбуке, в лайв видеотрансляции, а также на Ютубе это выложил, что я ухожу из всех абсолютно форумов в сети. И в связи с этим сразу появилось несколько вопросов, которые мне просто постоянно приходят на почту. Это и вопросы, и вопросы. То есть первое, как же я там ушел, если вдруг я не в соцсетях. Я повторяю, ушел я с форумов, с форумов, не из социальных сетей, не из интернета, не откуда-то еще там, да, и то есть я во всемирной сети присутствую и веду там, скажем так, активнейшую деятельность, активнейшую. Вот. Но ушел я из форумов, из обычных форумов, таких как, ну, перечислю несколько, да, таких как Дудо форумы, Супер карате, Кои форум, форум Сергея Бадюка, Валетуда, там, Ред форум, из всех вот, не таких. Вот из них ушел. Я, ну, объяснил в своем видео, почему я считаю, что деятельность в них становится абсолютно непродуктивной. Могу сейчас быстренько повторить, то есть, ну, снимает массу времени, массу, просто тьму, по, ну, эффективности, по прочтению. Есть эффективность, она довольно высокая, народу много читает, но мне не нравится, скажем так, атмосфера. Мне нравится работать конструктивно и общаться в форме диалога с теми людьми, которые хотят общаться. То есть, которые не просто хотят вот тут вот черпать информацию, не говоря спасибо даже за это, хотя это не самое главное. То есть, я не дожидаюсь особой там благодарности, там и все. Моя миссия это нести ну, что-то полезное. и людям, мне, в принципе, достаточно того, что у меня много хороших опытов на сайтах, на соцсетях, на канале, на ютубе. Ну, просто хочется видеть обратную связь. Я вижу, что народу много прочитывает, обратной связи положительные нет. А вот отрицательные обратные связи просто зашкарбливают. Огромные количества. То есть, есть огромные такие подкрытеры, да, постоянно, долго, бездолго подкарбливают авантокалитку, делая неэффективные публикации. А вот, почему? Потому что они зашкарбливают. То есть, они нормальные просто делают об одним десяток отзывов всякого разного свержания, которое не имеет отношения к теме вообще. поэтому это и затрудняет восприятие информации тем, кто ее хочет прочитать реально, а уж тем более поиск ее затрудняет тем, кто новенький пришел абсолютно. В связи с этим одни и те же вопросы задают по 20 тысяч раз. Значит, отсылаешь когда почитать, потому что на них отвечал уже не по... Ну, по многу раз отвечал уже. Некоторые пишут, у меня нету времени, чтобы читать там, не знаю, 100 страниц вот так вот это и нет. То есть у них нету времени прочитать, а у меня время написать значит есть. Ну, это тоже нормально, да? Вот. Ну, и вот, учитывая тот факт, что получается такая вот безобратная положительность связи темы, то есть общения как бы никого нету, что подразумевает непосредственно форум. Форум подразумевает общение, но он не будет. Вот. я решил, что опорную деятельность там просто прекратить, как непропорудить. Если мне нужна площадка для того, чтобы выявить, если вы считали случай, то мне в принципе достаточно тех площадок, которые у меня уже давным годом есть. Тем более, что постоянно появляются сроком. Так вот, в году, например, я запустил еще площадку на таком сервисе, который называется SoundCloud. Вообще, великолепнейший сервер, который позволяет выкладывать не видео, а аудиоподкасты. Аудиоподкасты записать намного легче. Ну, или, если надо еще дополнительно, то есть и с видео очень легко снять звуковую дорожку. получается, что очень просто работать. И поэтому я думаю, что со временем я этому сервису буду определять особые внимания. Очень мне понравилось. Тем более, что потом в виде хорошего блеера встраиваются все записанные в каудиоподкасты, любые блоги в социальной сети, они графически красиво выглядят. Просто замечательно. Поэтому я рекомендую подписаться вам на мой канал на SoundCloud и чтобы быть в курсе обновлений. Но, для того, чтобы прослушать на SoundCloud мои подкасты подписываться не нужно. То есть, там можно в принципе зайти просто не просто послушать особенности появления ссылок. Просто кликайте по ним и попадайте на плейер на полу печени, который просто наслажден. Вам понравится. Привет! вторая площадка это YouTube. Деятельность YouTube я, в этом году тоже буду активно расширять до нового года и после нового года тоже. А также это все мои сайты и все ресурсы, которые я перечислил только что. То есть, я тут еще перечислил. Это buduship.ru, budok.ru, buduship.ru, 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 buduship.ru и различные еще сайты, которые методические обопродукты, как стальные руки, железная поле, buduship.ru, buduship.ru и так далее. Вот. Там можно подписаться на лету на RSS либо просто на рассылку. Пусть форма рассылки где-то сайты есть. И вы будете получать информацию в свое время обыкновлений на летних сайтах и о том, какие выходят новые выпуски. И уж если вам очень сильно пообщаться захочется, то там есть внизу комментарии встроенные сейчас очень им позволяют задавать вопросы без регистрации, если вы какой-то состоите в соцсети, вузыгизируем соцсети. Чаще всего на Фейсбуке и в ВКонтакте. Очень просто. Ну и вот уж коль я заговорил про социальные сети, то и в социальных сетях абсолютно во всех у меня есть аккаунты. И найти меня легко. Просто набираете там Михаил Шилов в Одноклассниках или Михаил Шилов на Фейсбуке и так далее. И меня быстро найдете и в Твиттере, и в Одноклассниках, и на моем мире, и на Фейсбуке, и ВКонтакте, и Фик знает еще где. В общем, короче, везде практически. кроме каких-то редкостей, экзотических социальных сетей в Инстаграме есть. Вот. Поэтому легко найдете. Поэтому, если вам нужна отменять информацию и не хотите ее терять, то вы меня со временем не делаете легко. Я тематическое по информации нумерирую по всем каналам, так что вам интересно будет или легко получать ее и подписываться абсолютно. Если вы такой ярый фанат ВКонтакте, то то, что публикуется на, ну, в сообществе, предположим, на Фейсбуке, в сообществе по Макеваре, такое же совершенно, то есть, все те же материалы будут и в социальных сетях других, ВКонтакте, например, то есть, точно так же, в сообществе по Макеваре и все то же самое. Так что, без проблем, кросспосты все идут, но базовая зона, откуда кросспосты все насуществляются, это прежде всего мои тематические сайты, которые я уже перечислил. Так вот, поэтому я из сети никуда не пропал, я в сети присутствую, меня вы не потеряете, вот, и те, кто хочет информацию получать, он ее всегда получит. Надо только немножечко приложить усилия однажды найти, где это все дело есть, вот, и просто подписаться, и никаких проблем не будет. Лучше всего, конечно, подписаться на рассылки в этом случае, вы просто по почте будете получать уведомления о том, когда у меня где-то выходят какие-то новые материалы, мои статьи, мои видео и так далее. И в тубе на канал подписаться надо, потому что видео, информации будет очень много, и на самом в тубе. Копал. Все. Так, а второй вопрос вот такой, даже, ну, просьба, не вопрос. Михаил Юрьевич, а вернитесь, пожалуйста, на форум, а мы там хотим общаться. Ребята, а где вы раньше были? Все. Все, поезд ушел. Не, ну, огорчайтесь и не расстраивайте меня в том числе. Понимаете, где вы были раньше? Где вы были раньше, когда всякие долботоварищи, которые консолидировались против того, что, ну, против меня, которые постоянно пытались хейтить, задавать какие-то нелепые вопросы, троллить и так далее, портили и вам, и мне на форумах жизнь. Именно с вашего молчаливого согласия я и решение и принял пути с форума. Если бы мой голос не был голосом тропиющего пустыни, то и проблем бы не было. То есть, если бы вы взяли себе за труд, написали бы так и так, ребят, хватит хейтить, хватит троллить модераторы, посмотрите, что делается. Детки засраны. Давайте почистите. Дело в том, что эти же хейтеры, они и в числе модераторов находились. Но если бы достаточно большое количество читателей, именно пассивных читателей, которые просто читают, но сами ничего не пишут, не пишут никаких ни вопросов, ни комментариев, ни отзывов, ни спасибо, ни ответа, ни привета, которые только читают. Они молодцы, конечно, да, они читали, читали, информацию получали, им было хорошо, со стороны наблюдали за какими-то перепалками, этими хейтерскими нападками, и теперь они плачутся. Михаил Ильич, вернитесь, пожалуйста, на форум. Так было хорошо, мы задавали вопросы, особенно по травмам, там, что ж теперь? И главное, прикольно, а пишите-то теперь вы почему-то мне на почту все это делали? Да, правильно, на форуме это не написать уже, но и раньше вы делали то же самое. Вы почему не задавали вопросы на форум? Потому что вы боялись модераторов этих, да, которые постоянно пытались там что-то в поле колеса совать, вы боялись этих тяпкающих шавок, которые нападали, да, вы боялись, что это на вас у нас есть? Ну, вы это боялись, все. Можете читать меня в экспертон везде, но я вам то, что хочу доказать. Не пишите и не задавайте мне эти вопросы на почту. И на тривиальные по себе. Я на форумах поступал таким образом. Если один человек на форумах сдавал вопросы, то я понимал, что это один из тысяч набрался смелости и вопрос этот задал. А в самом деле беспокоит огромное количество людей. Это всегда бывает так. Потому что не все решаются написать и все дают себе трудное дело сделать. Но если вопрос такой задали, то, как правило, беспокоит он огромное количество людей. И я по вопросу готовил общий материал. Я либо записывал видео, либо аудио, либо на сайтах писал какой-то материал. И как ответ это дело все вкладывается. И было всем хорошо. Но когда каждый пытается получить консультацию для себя в основном плане, то есть они считают, что заняться нечем, необычным, 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 необычным. необычным, необычным, необычным. Но, ребят, вы едете и оцениваете мою количество свободного времени, которое я готов потратить на вас. И, во-первых, вы не готовы на вас потратить, уж, коль-шкор, и вы не готовы потратить его на меня. А, во-вторых, я, понимаете, не пилотил рот по скайпу. Если человек не пилотил, не пилотил, не могу, не имею право. И все материалы носят общие по рекомендаторам с препаратами. Если они не носят сервис, так сказать, она сейчас большая, то она именно такая, что она профилактическая плата. Для того, чтобы вы решали проблемы. Они решали каждую частную проблему. Потому что избежать проблем это делается с помощью общих и универсальных рекомендаций. То есть избегать проблем может каждый человек, придерживаясь универсального стандартного плана. А вот лечиться каждый должен индивидуально, потому что проблемы уже, когда он заболел, у него какие-то проблемы серьезные, они персональные. Они персональные. То есть, как говорят, как зверьки написал кто-то, что в общем каждая там что счастливые пары счастливые, скажем так, одинаковые все. А вот несчастные каждый по-своему. И вот здесь то же самое. То есть опрофилактировать можно одинаково. А лечить надо персонально. Поэтому по этим вопросам не пишите. это бесполезное дело. Я не буду разбирать какие-то частные случаи, ваши заключения, рентгенограммы читать, томограммы, которые присылать. Понимаете, это работа. Вам лень пойти в поликлинику или в больницу показать человеком, который вас реально пронаблюдать, потому что вам очень хочется, чтобы я посмотрел все это дело. Но я рад, что вы так уважаете меня. Но я далек от мысли, что я самый лучший специалист на свете. Вы другого найти не можете в своем городе рядом. Просто, как правило, в большинстве случаев вам хочется получить консультацию на халяву. От нормального это специалиста. Ну вот и все. Давайте будем откровенными, друг, с другом. Так вот, если вы хотите мне что-то написать, то задавайте вопросы общего характера. Общего. Вы понимаете, те, которые будут интересны абсолютно всем, а не вам именно, когда вы пишете я сломал палец, у меня такой-то день, вот так у меня торчит из пальца спица, у меня врач сказал, когда ее вынут, то будет вот так, а у меня вот такая связка повреждена еще. Что конкретно мне делать? Понимаете, это очень частные вопросы, все это бесполезно. Другой вопрос в том, что, если вы зададите вопрос таким образом, у меня была такая-такая-то травма, после такого-то воспалительного периода, или после операции, у меня контрактура сустава. какие существуют рекомендации по лечению контрактур, ну, вот предположим, именно для данного сустава, есть ли какие-нибудь особенности? Вот на такой вопрос я ответить запросто могу, потому что есть общий план, если вдруг у кого-то возникнет такая же проблема, то он этими рекомендациями может нормально воспользоваться. Вот, ребята, поэтому на форумы я не вернусь, это абсолютно точно, вот уходя, значит, уходи, я много раз уходил с разных форумов и так и не мог уйти, что называется, но в этот раз решение окончательное, совершенное, то есть, однозначно, что до форумов я не вернусь, сто процентов, и если я вдруг появлюсь на каких-то форумах, то это будут только форумы, знаете, какие-то мои личные, которые те, которые создам я непосредственно сам, на моих сайтах или где-нибудь еще, вот, это может быть, и только так, если же вы вдруг увидите меня на каких-то форумах, что кто-то пишет от моего там имени, подписывается на Паил Шилов, там, ортопед-драматолог, врач, знаете, что это не я, вот, это ерунда, все, всего доброго, на вопросы я вам ответил, это был очередной выпуск из серии подкасты за рулем, всем пока, я подъехал на тренировочку,